здравствуйте дорогие друзья благословенного всем утра и день будет также благословенным и очень приятно понимать что небеса наш дом а мы на земле граждане неба поэтому узнавать принципы небес узнавать возможности которые у нас есть на земле с небес это важно когда мы это узнаем мы этим можем пользоваться если не узнаем то мы пропускаем возможности которые дает нам бог а раз пропускаем значит мы не будем иметь того полного результата который хотелось бы соответственно на каждый день мы приглашаем божью мудрость на каждый день мы приглашаем его совет потому что у советующихся мудрость. И когда мы имеем совет неба в своем распоряжении, то мы имеем перспективы дня с победоносным результатом. Поэтому я хочу сегодня на старте этого дня также пригласить небеса с тем, чтобы мы могли жить под покровом того Бога, который знает нашу программу жизни на 100% лучшим образом. Итак, мы читаем. «И послал Адраазар, и призвал сирийцев, которые за рекой, и пришли они к Еламу, а Савак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими». Итак, когда увидели аманитяне, что они побеждены, то теперь еще подтягивают новые войска, которые стояли вроде бы в ожидании. «Потребуется воевать, значит, пойдем». И вот потребовалось. Они теперь подтягивают уже новые силы. И это то, что мы в своей жизни тоже можем замечать. С одной стороны, победа уже вот она пошла. Ты видишь, что враг побежал. Уже вроде бы все, ты можешь расслабиться. Но самое опасное время после победы. Потому что расслабляться-то как раз в этот момент не стоит. А важно, наоборот, еще больше укрепиться Господом. Еще больше утвердиться в этих взаимоотношениях. Потому что, еще раз повторяю, когда мы все победы отдаем Богу, тогда мы в нем продолжаем нуждаться в самых обычных делах, в самых обычных днях. И это важно, друзья, знать, что небеса, они с нами не просто разговаривают, они нас защищают. Они нам дают свои импульсы, свои возможности. И тогда, когда мы к ним обращаемся в смиренном сердце, тогда это становится нашим ресурсом. Итак, когда увидели, что они побеждены, то теперь подтягивают войска. И это еще один для нас такой шаг, как нам реагировать на какие-то коалиции вокруг нас. Как нам реагировать на какие-то заговоры, которые могут происходить. Как нам реагировать на какие-то подводные течения. Кто-то скажет, никак. А я с Богом, и все нормально. А я не советую к такой беспечной жизни. Я все-таки предлагаю каждому из нас знать, что жизнь, она продолжается. И в этой жизни может быть очень много разного. И надо еще сказать и отметить, что если каждый из нас ценен в очах неба, то мы опасны для врага. И он точно знает эту опасность, которую мы выражаем своей активностью в этой жизни. Поэтому то, что ему опасно, он против этого будет бороться. И, соответственно, беспечно мы не можем отнестись к пониманию, что кто-то эти заговоры строит. Но когда-то сказал Бог одному из царей в Израиле, а ты скажи, не состоится и не сбудется. Поэтому я хочу сегодня утвердить, что любой союз, который против нас созидает враг, он не состоится и не сбудется. Он будет разрушен, он будет разорен силой нашего Бога, которому мы когда-то согласились служить и быть в заветных отношениях. И это для нас, друзья, важная возможность сегодня утвердить подобного рода отношения к будущим событиям. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что у нас на самом деле есть такая привилегия. Быть носителями того Бога, который внутри нас формирует сегодня платформу для победы. И ты знаешь, какая мужественность нам потребуется завтра. Ты знаешь, какие коалиции сегодня строятся против нас и какие планы у врага. Но я благодарна Тебе, что наша жизнь, она имеет прописанные до деталей события каждого дня. Поэтому все, что не Ты нас ожидал, да будет оно искоренено. Все, что не Ты созидал, как вопрос взаимоотношений или коалиций, да будут они разорены и разрушены. Не состоятся и не сбудутся никакие планы врага на нашу судьбу. И я благодарю Тебя, что Ты тот, который позвал нас в это путешествие и держишь нас за руку. И потому мы приносим Тебе хвалу, благодарность, упование и ожидание новых источников, которые над нашей головой будут открыты. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»